Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Мы начинаем урок математики во втором классе. Ребята, проверьте учебник, рабочую тетрадь и пенал. Тема нашего урока – упражнения для закрепления. Проверим самостоятельную работу. Вам нужно было решить примеры номер 22 на странице 203. Вспомним, как решаются данные примеры. Совершенно верно. Для начала вы вспомнили порядок действий. Записали, что первым выполняем сложение, а затем деление. Сумма чисел 17 и 11 равна 28. Частное чисел 28 и 4 равно 7. Из 58 вычесть 31 и разность чисел мы делим на 3. Частное чисел 27 и 3 равно 9. Остальные примеры, ребята, проверьте самостоятельно. Далее вам нужно было решить задачу номер 23. Купили 6 коробок конфет по 4 килограмма в каждой. Сколько килограммов весят все конфеты? Проверьте, правильно ли вы составили краткую запись. Купили 6 коробок конфет по 4 килограмма. Нам нужно узнать, сколько всего килограммов конфет купили. Глядя на краткую запись, вы поняли, что задача простая и решается она одним действием. Каким же действием? Конечно же умножением. Молодцы, ребята. 4 килограмма мы умножаем на 6. Почему 4 на 6, а не 6 на 4? Потому что у нас было 4 килограмма, а коробок было 6. Мы килограммы умножаем на количество коробок. Получаем 24 килограмма весят все конфеты. Запишем ответ. 24 килограмма весят все конфеты. Я уверена, ребята, что с домашним заданием вы все справились отлично. Запишем минуту числописания. Сегодня мы с вами запишем число 45. Посмотрите, какое это число. Совершенно верно. Это двузначное число, которое мы записываем в двух клеточках. Запишите очень аккуратно и не торопитесь. Записали? Молодцы. Продолжаем. Работаем по учебнику. Выполним задание 24 на странице 203. Ребята, вам нужно записать в один столбик сумму чисел, а во второй их разность. Найдите их значение. Готовы? Подумайте хорошо, в какой столбик мы запишем примеры на вычисление суммы, а в какой на вычисление разности. Давайте вспомним, как называются компоненты при сложении. Совершенно верно. Слагаемое – слагаемое. А результат сложения называется суммой. А что же у нас такое разность? Правильно, ребята. Разность – это результат вычитания. Компоненты при вычитании называются уменьшаемая вычитаемая разность. Вспомнив правило, вы сейчас легко вычислили все примеры. Проверили, ребята? Отлично. Далее, ребята, решим задачу номер 25 на странице 203. Вы готовы? Читаем задачу вместе со мной. Сколько еще должен пролететь самолет, чтобы долететь до конечной цели? Ребята, посмотрите. Внимательно начерчешь к данной задаче. Сколько километров уже пролетел самолет? Совершенно верно. Он пролетел 600 километров. А сколько же километров нужно пролететь самолету? Умнички! Ему нужно пролететь 900 километров. Посмотрите внимательно. Сколько вопросов в данной задаче? Совершенно верно. В этой задаче один вопрос. Значит, это простая задача. Сколько будет действий? Вы уже догадались. Запишем решение задачи. Каким действием решаем задачу? Верно. Вычитанием. Мы должны из 900 километров вычесть 600. Получаем 300 километров. Запишите, пожалуйста, ответ. 300 километров должен пролететь самолет. Далее, ребята, решим задание 26 на странице 203. Читаем вместе задание. Нарисуйте в тетради прямоугольник со сторонами 4 сантиметра 5 миллиметров и 2 сантиметра 4 миллиметра. Обозначьте его вершины латинскими буквами. Еще раз. Какие же у нас стороны? 4 сантиметра 5 миллиметров и 2 сантиметра 4 миллиметра. Какими буквами мы обозначим вершины, вы тоже знаете. Латинскими буквами. Проверяем. 4 вершины А, В, С, Д. Аккуратно начертите прямоугольник и напишите длину сторон самостоятельно. Начертили? Молодцы. Обязательно не забудьте написать длину сторон. Проверим решение первого неравенства. Для этого мы 32 разделим на 8 и 72 разделим на 9. Проверяем. 32 разделить на 8 будет 4, 72 разделить на 9 будет 8. Какое число больше? Ну, конечно же, верно. 4 меньше 8. Проверяем далее. 54 разделить на 6 и 40 разделить на 5. Сравниваем. 9 больше 8. Третье. 9 умножить на 8 и 7 умножить на 6. Произведение чисел 9 и 8 равна 70. Совершенно верно. 7 умножить на 6 равно 42. Ставим знак больше, потому что число 72 больше числа 42. Молодцы, ребята. Будьте внимательны. Работаем. Далее. 6 умножить на 6 и 4 умножить на 9. Произведение чисел 6 и 6 равно 36. И произведение чисел 4 и 9 равно тоже 36. Значит, вы уже давно сделали вывод и поставили знак «равно». 36 равно 36. Последние два примера, пожалуйста, решите самостоятельно. Так же посчитайте, чему равно частные чисел и произведение чисел. И затем поставьте знак. А сейчас проверяем. Проверили, ребята? Молодцы. Правильно. Каждый из вас правильно расставил знаки, потому что внимательно сравнил данные числа друг с другом. Выполним задание 28 на странице 203. Читаем задание. Найдите значение выражений. Ребята, будьте внимательны. Читаем вместе. Увеличьте частные чисел 40 и 10 в 9 раз. Еще раз прочитаем, ребята. Увеличьте частные чисел 40 и 10 в 9 раз. Вы готовы записать выражение? Записываем вместе. 40 разделить на 10 и умножить на 9. Получаем, 40 разделим на 10, будет 4. 4х9 – 36. Теперь второе. Уменьшите произведение чисел 8 и 5 в 4 раза. Проверяем. 8, 5, 40. 40 делим на 4. Частные чиселы равно 10. Вы успели, ребята? Пишите аккуратно и не торопитесь. Работаем. И выполняем задание 29 на странице 203. Ребята, читаем задание вместе со мной. Расставьте между числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 знаки арифметических действий и скобки так, чтобы в результате получилось 60. Ребята, подумайте внимательно над заданием 29. Вам нужно поставить знаки арифметических действий. Это может быть сложение, вычитание, умножение, либо деление. Проверяем. Сначала мы должны найти сумму чисел 1 и 2, прибавляем 3 и вычтем 4. Считаем. 1 и 2 сумма чисел равна 3. К 3 прибавим 3, 6. Из 6 вычтем 4, 2. 2 умножим на 5 будет 10. 10 умножим на 6 будет 60. Проверили, ребята? Молодцы! Мы справились с решением этого задания. А сейчас поработаем по учебнику и выполним задачу номер 30 на странице 204. Наш великий предок, ребята, Аль-Харизми, родился в 783 году. А другой, наш великий ученый Абу-Алии Бансина в 980 году. Насколько лет Аль-Харизми старше Абу-Алии Бансины? Насколько лет Абу-Алии Бансина младше Аль-Харизми? Ребята, составим краткую запись вместе. Записываем. Аль-Харизми родился в 783 году. Так, будьте внимательны. Аль-Харизми находится от вас слева. Абу-Алии Бансина родился в 980 году. Посмотрите, портрет его находится справа от вас. Ребята, посмотрите, нам нужно обязательно записать другу сравнение, потому что мы должны вычислить, насколько лет Аль-Харизми старше Абу-Алии Бансины и насколько Абу-Алии Бансина младше Аль-Харизми. Ребята, в задаче один вопрос. Мы должны ответить на один вопрос. Значит, в задаче будет одно действие. Какое это действие? Конечно же, вычитание. Вспомните правило, чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого, надо из большего вычесть меньшее. Из числа 980 вычтем 783. Мы узнали, что Аль-Харизми был старше Абу-Алии Бансины на 197 лет. Запишите ответ. На 197 лет Аль-Харизми был старше Абу-Алии Бансины. И, соответственно, ребята, Абу-Алии Бансина был младше Аль-Харизми тоже на 197 лет. Продолжаем работать по учебнику. Решим задачу 31 на странице 204. Какое же задание? Читаем. Составьте задачу по таблице и решите ее. Читаем, ребята. Было, молодцы, 100 ящиков абрикосов. Привезли еще 50 ящиков абрикосов. Стало неизвестно. Ребята, по данной таблице записываем краткую запись. Было 100 ящиков абрикосов. Привезли 50 ящиков абрикосов. Стало неизвестно ящиков абрикосов. Запишем решение задачи. Вы уже догадались, что данная задача решается сложением, потому что мы должны узнать, сколько ящиков абрикосов стало. Записываем аккуратно. К 100 прибавим 50, значит 150 ящиков абрикосов стало. Аккуратно записываем ответ. Стало 150 ящиков абрикосов. Ребята, посмотрите, какие красивые абрикосы у вас справа. Продолжаем работать по учебнику. Выполним задание 32 на странице 204. Читаем вместе задание. Обозначьте задуманное число буквой Х. Составьте уравнения и решите их. Первое, ребята, к задуманному числу прибавили 30 и получили 58. Какое число задумали? Это наше первое уравнение. Читаем второе. Из задуманного числа вычли 25 и получили 45. Какое число задумали? Составим уравнение, ребята. Х – это неизвестное число. К неизвестному числу прибавили 30 и получили 58. Чтобы найти Х, то есть первое слагаемое, мы должны из суммы вычесть второе слагаемое. Из 58 вычтем 30. Разность чисел равна 28. Выполняем проверку. Вместо Х подставляем значение Х. Проверяем. 28 прибавить 30 равно 58. Доказательство 58 равно 58. Второе уравнение, ребята. Нам неизвестно уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, мы должны к разности прибавить вычитаемое. Х равен 45 плюс 25. Сумма чисел равна 70. Проверяем. Из 70 вычтем 25, получим 45. Записали доказательство. 45 равно 45. Работаем по учебнику. Решим примеры номер 33. Читаем задание. Ставьте в пустые клетки такие числа, чтобы равенства были верными. Ребята, посмотрите. Подумаем, что мы должны ставить, чтобы равенства у нас были верные. Я не поняла, почему они написали числа, это в учебнике. Здесь же знаки должны быть. Здесь же знак будет, плюс или минус. Нет, вы не переживайте. Я там, если в учебнике неправильно, я по-любому правильно. Здесь будет знак, либо плюс, либо минус. Не переживайте. Мы там, если что... Да, да. Так, все, проверяем, ребятки. Ребята, посмотрите. Для того, чтобы решить данный пример, мы должны вставить нужный знак арифметического действия. Конечно же, здесь пропущен знак плюс. К 30 прибавить 17, будет 47. Умнички. Думаем, какой знак арифметического действия вставим во втором примере. Совершенно верно. Знак вычитания. Из 54 вычтем 24, равно 30. 48, 26, 22. Подумали? Молодцы. Конечно же, этот пример мы решим вычитанием. 47, 41, 88. Какой знак? Правильно. Здесь будет знак сложения. Сумма чисел 47 и 41 равна 88. 69, 69, 69, 0. Вы догадались? Молодцы. Конечно же, чтобы получить 0, мы должны из 69 вычесть 69. И осталось решить последний пример. 23, 20 и 3. Подумали? Верно. Верно. Из 23 вычтем 20, получаем 3. Молодцы, ребята. Вы отлично справились с решением примеров номер 33. А у нас еще одна задача. Мы решим задачу 34 на странице 204. Читаем вместе со мной краткую запись. Сумма трех чисел равна 100. Первое число 55, второе 25. Нам нужно найти третье число. Еще раз подумали, что мы знаем. Нам известно, что сумма трех чисел равна 100. Первое число 55, второе 25. Нам нужно найти третье число. Ребята, вы уже догадались, что это составная задача. И сразу найти третье число мы с вами не сможем. Подумали, как мы можем решить данную задачу. Прежде мы запишем краткую запись. Первое число 55, второе число 25, третье число неизвестно. А сумма трех чисел равна 100. Итак, запишем первое действие. Находим сумму первого и второго числа. Сумма чисел 55 и 25 равна 80. Это сумма первого и второго числа. После этого мы можем найти третье число. Для этого мы из суммы трех чисел 100 вычтем 80. И узнаем, что 20 это третье число. Запишите эту же задачу выражением. Из 100 вычтем сумму чисел 55 и 25 равно 20. Значит, 20 это третье число. Запишите эту задачу в свои рабочие тетради. Ребята, следующее задание 35. Как можно проверить правильность выполнения действий сложения и вычитания? Повторяем. Для того, чтобы проверить правильность сложения нужно из суммы, вычесть любое из слагаемых. Если вы получите второе слагаемое, значит вычисление выполнено верно. Я думаю, что каждый из вас может выполнять проверку сложения. Либо вычитаем первое слагаемое, либо второе. И если вычитание выполнено верно, и вы получили второе слагаемое, значит вы решили правильно. И точно так же из 9 вычесть 5. Получили первое слагаемое, значит пример решен верно. Вычитание, ребята, можно проверить сложением. Для этого надо к разности прибавить вычитаемое. Если получим уменьшаемое, то вычисления произведены верно. Вот перед вами пример. Из 59 вычтем 24, равно 35. Проверку мы выполняем сложением. К разности прибавляем вычитаемое и получаем уменьшаемое. 59. Ребята, на этом наш урок подошел к концу. Вы активно работали в течение всего учебного года. Я хочу вам пожелать, чтобы все лето продолжали заниматься математикой и выполнили все задания на лето, которые вам выдадут ваши классные руководители. На этом наши уроки подошли к концу. До свидания, ребята. Берегите здоровье и не забывайте мыть руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин